В годы Великой Отечественной войны на базе санатория работал хирургический госпиталь номер 2118. Специализировался он на лечении ранений верхних и нижних конечностей. В период борьбы за Кавказ и обороны перевалов здесь базировались и полевые госпитали воинских частей. И с сегодняшнего дня точная копия Знамя Победы будет находиться в стенах санатория «Беларусь». Гостями и свидетелями этого знаменательного события стали сочинские ветераны. Один из них – Вячеслав Беспалый. На фронт попал мальчишкой. Войну прошел от начала до конца. Победу отмечал в Берлине, участвовал в штурме фашистской столицы, принимал участие и в параде 45-го года на Красной площади. У нас с детства прививали любовь к родине. И мы шли защищать родину, помня об этом. Весь народ наш поднялся на защиту нашего государства, Россию, родину нашу. Поэтому мы и добились этой победы. Одной из важнейших ролей в эстафете «Милосердие» играют ученики сочинских школ. Ребята не только готовят концерты для ветеранов, но и проводят серьезную работу. Перерывали архивы, находили забытую информацию о госпиталях и об истории врачей-героев, которые в них работали. Для этих ребят День Победы – значимое событие. День Победы – это великий праздник со слезами на глазах, которые мы встречаем каждый год. Про ветеранов никогда не стоит забывать. Это великий день. Мы победили фашистскую армию, и этим стоит гордиться. Гордиться нашими дедами, прадедами. После церемонии передачи «Знамя Победы» для гостей прошел праздничный концерт. Ученики школы, участники творческих коллективов города исполнили песни военных лет и прочитали стихи про войну. Некоторые собственного сочинения. Тяжеленный попался малый, сил тащить его больше нет. Санитарочке той усталой 18 сравнялось лет. Санаторий «Беларусь» – восьмой санаторий, принимающий в Сочи Знамя Победы. Всего в акции примут участие 15 образовательных учреждений и 15 здравниц. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.